добрый вечер дорогие друзья вот решили вместе с вами посмотреть прямой эфир с прощального митинга никола пашиняна я уверен что это будет прощальный митинг я в это как бы верю и я думаю это последний прощальный митинг премьер-министра такого недоразумения как никол пашинян и мы сейчас давайте с вами вместе посмотрим в прямом эфире что происходит в ереване на площади республики как мы видим людей согнали сюда со всех концов армении автобусами привозили вот если вот мы посмотрим вот публика стоит достаточно скажем пассивно видно что они здесь скажем не по своим интересам мы слышим что перед началом митинга людей накачивают дудки барабаны речевки это все как бы атрибутика технологии никола пашиняна и вот вы слышите вот эти все скажем люди которые начинают зазывать толпу никол 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 это большая огромная армия своих людей проплаченных которые должны на митинге создавать шум хлопают аплодируют там в дудке дуют барабаны бьют и так далее так далее вот мы видим что вот идет никол пашинян с ним вся его шобла преступников которые своим действием преступными и бездействием уничтожили более пяти тысяч человек более 10 тысяч было раненых все это как бы благодаря вот бездействиям и действиям вот этой преступной шайки вот здесь глава парламента республики армения армения у нас как бы парламентская республика но мы видели полное бездействие парламента во главе правящий партии никола пашиняна мой шаг гражданский договор и полное бездействие во время войны мы парламент вообще даже не слышали в октябре в ноябре то есть это показывает что все они как бы шестерки никола пашиняна которые и слова не могут сказать без него соответственно вот он стоит чтобы его вот это как бы проплачено начинать заводить толпу мы видим что все люди в основном прижаты к сцене недавно показывали вид сверху и видно было что площадь даже наполовину не заполнена но перед сценой всех сомкнули плотными рядами несмотря на то что в армении идет очень сильное распространение коронавируса людей плотными рядами как бы сжимают мы видим что абсолютно все без маски такое впечатление того в армении коронавируса нет вообще до начала а вот это цирка мы видели как шавки никола начинают закачивать эмоциями толпу вот это все как бы западной технологии мы это все прекрасно как бы видим и сейчас мы вам это все передаем вы слышите гудки как бы ручок серия на кисть мы немножко уменьшим а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завершился гимн Армении, Которому вся эта шобла николовская, предательская, никакого отношения не имеет. Это те предатели, которые будут в дальнейшем преданы суду, безусловно будут преданы суду, так как они являются должностными лицами и за их действия преступные и за их бездействия, они безусловно будут преданы суду. Действия преступления, которые они совершили, уже они совершены и это, я надеюсь, в суде будут все это озвучено. Обратите внимание на их технологии. Значит, всегда перед началом выступления главного диктатора идет накачка аудитории. Вот мы видим на этих плакатах Никол Пашинян израненный, с перевязанной рукой. Все это как бы подобие образа национального героя Армении и героя Арцаха Монтеми Луканяна. Но, конечно же, Никол Пашинян к Монтеми Луканяну не имеет никакого отношения. Но политтехнологи, кукловоды, вот посмотрите, Никола Пашиняна, именно этот образ создавали и навязывали людям. То есть образ один в один похож на образ легендарного Монтеми Луканяна, Аво, на его фотографию. Мы видим, что очень, скажем, плотные ряды возле сцены. И мы видим, что за сценой люди достаточно далеко друг от друга стоят. А при фотографиях сверху, которые пару кадров давали и быстро меняли, эти кадры показывали, что площадь слева, справа, посередине, она практически не заполнена. Несмотря на то, что Никол Пашиняна подключил абсолютно все ресурсы для того, чтобы собрать людей с разных Марзов. Значит, аудитория Николы Пашиняна, это кто? Это очень много людей, очень много людей, которые задействованы в грантовых структурах, десяток разных западных фондов в различных направлениях. Это сектанские группы, которые в Армении примерно более 200 действующих сектанских групп. Вот вы видите, вот здесь очень, скажем, почти народа нет, очень далеко друг от друга стоят, а это еще недалеко от сцены. Значит, около из этих 200-250 сектанских групп примерно 70 активно действующих и примерно 50 даже зарегистрированных. Вот это как бы аудитория Николы Пашиняна. Естественно, очень много людей, которые заблуждаются, которых обманывают, которые запугивают. И это вот все как бы составляет вот та ключевая аудитория, на которую Никол Пашиняна может рассчитывать. Поэтому, если мы не будем принимать участие в выборах, то вот эта аудитория, скажем, да, которые, ну там еще может быть госслужащие какую-то часть поддержат, потому что вынуждены будут, которые проходят государственную службу, административный ресурс будет подключен, это само собой. Поэтому, если мы участвовать на выборах 20 июня, граждане Армении не будут, то тогда вот эта часть, малая часть, конечно же, безусловно, которая составляет там 15-20 процентов, как бы окажется в большинстве. Но если мы все будем приходить на митинг, то есть на выборы 20 числа и голосовать, вот видите, вот образ похож как бы на Монте Мелаконяна. Если мы будем голосовать, то тогда наши голоса будут значительно больше, чем голоса вот тех людей, которые считают, что Никол Пашинян делает все правильно. После всех тех преступных действий и бездействий, его как руководителя страны, его как премьер-министра Никол Пашиняна, как главнокомандующий, еще находятся как бы, я не знаю, соотечественники, которые еще считают, что он делает все правильно. Я думаю, что они думают, что если они предательски сдадут Арцах и предательски сдадут Сюник и Зангизур, они будут жить спокойно. Вот это, я так понимаю, Лилит Макунц, которая возглавляет вот эту фракцию Мой Шак в парламенте Национального собрания Армении. Это та бездарная министр культуры, бескультурная министр культуры, которая возглавила министерство культуры Армении и через какое-то время благополучно его развалила. Потом сказал, зачем нам нужно министерство культуры и нация, которая отличалась своими культурными традициями, своим культурным богатством и многообразием. Смотрите, вот эта часть вся она практически пустая, то есть она, здесь людей очень мало, а вот эта часть практически вся пустая, вот, вот слева, справа мы видим, поэтому площадь она заполнена где-то там на 60%, может даже на 50%, вот если так плотно заполнить. Поэтому людей впереди столкнули плотными рядами, а сзади, наоборот, попросили как можно больше разойтись друг от друга. Вот это Элит Макунс, который имеет наглость еще что-то там говорить, то есть, как бы, руководитель ведущей фракции парламента Армении, во время войны в парламентской республике вообще, как бы, набрали в рот воды, и, как бы, мы парламент вообще не слышали, не видели. Когда лидеры других государств, там, как Азербайджан, Турция угрожают Армении и Арцаху, парламент молчит полностью, понимаете. Вот и они еще имеют наглость что-то там говорить. Я опять говорю, это Лилит Макунс, которая сидела с рюкзачком на... Вот смотрите, здесь вот эта часть, вот эта часть нижняя, она практически вся пустая. Здесь вот плотное заполнение, это очень минимальное. Вот это Лилит Макунс, она, я говорю, вот, бескультурный министр культуры, который с Арбеляном, Константином Арбеляном, вступил в перепалку. Человек, который вывел нашу культуру, наш театр, нашу оперу, наш балет на мировой уровень, буквально за год, за два, она начала его унижать, демонизировать. В итоге, недавно мы читали, что Константин Арбелян был приглашен в Нью-Йоркский театр оперы, балеты, и там возглавил должность их художественного руководителя и директора. Вот так они всю интеллигенцию, всех нормальных порядочных людей изживают из Армении и вот собирают, скажем, малообразованную аудиторию с сел, с деревень, потому что я знаю, что подавляющее абсолютно большинство ереванцев, жителей Чмиадина, Масисо, Арарата, Ленинакана, Гюмрии, Ванадзора. Я с ними общаюсь и я знаю, что подавляющее большинство не поддерживает проводимую политику правительством Никола Пашиняна. Вот эта вся аудитория, которую мы видим, вот эта ближайшая, вот их хорошо запомните. Это все те люди, которые, безусловно, должны быть преданы суду, опять-таки, за то, что занимая должностные позиции, вот мы видим, как бы человек селфи снимает, как бы ему хорошо, весело, ну, может быть, последний раз у него есть такая возможность, вот, поэтому мы на это очень и очень надеемся. Вот, если вы будете приходить, граждане Армении, на выборы 20-го числа и голосовать, голосовать против преступных действий Никола Пашиняна, преступных бездействий, то тогда вот эта шобла вся, естественно, не пройдет. Вот, опять вот, используют вот эти западные технологии, закачивают народ, ну, народ реагирует очень слабенько. Я всем рекомендуем прийти и голосовать за партию Наш Дом Армения, номер 10 в избирательном списке, чтобы мы все вместе с вами попали в десятку, точно в цель, в десятку, потому что Наш Дом Армения, это название партии, которая озвучивает идеологию самой этой партии, озвучивает идеологию единения Армении, Арцаха и Диаспоры, чтобы каждый армянин, каждый гражданин, который живет в Армении, каждый гражданин, который живет в Арцахе, в Диаспоре, даже если он не армянин, считал бы Армении своим домом. Еще хотел бы отметить, что вот символика, символика, сейчас я постараюсь ее показать, вот на флагах это используется, символика гражданского договора, блогеры заметили, нашли и увидели, что этот символ, он один в один с символа турецкого, вот в Турции есть такой символ, который отражает продукцию, сделанную в Турции, как бы турецкого производства, и один в один символ гражданского договора, вот этот символ, он точно такой же на символике продукции Турции, который говорит, что эта продукция сделана в Турции, и чтобы турки покупали только свою продукцию, а не импортную. Вот, поэтому прежде чем диктатор выйдет как бы на сцену, аудитория, конечно же, вот прокачивается, вот видите, вот этот флаг, вот синий флаг, вот с этим символом, вот он здесь, как рукопожатие, это вот, посмотрите, это символ, вот турецких производителей, вот Арарат, значит, человек, который возглавлял парламент в парламентской республике, и парламент просто бездействовал в самые трудные времена, то есть парламент показал свою полную дееспособность, и он еще сейчас будет с умным видом что-то там говорить, собранных с разных деревень гражданам, вот, собранных с разных проектов, я еще раз повторю, что аудитория Никола Пашиняна, она достаточно устойчивая, и она состоит где-то 200-250, значит, сектантских групп, эти сектантские группы, все поддерживают Никола Пашиняна, 70 из них, этих сектантских групп в Армении, активно действующие, остальные, как бы, менее активно, 50 даже зарегистрированные, поэтому они все, как шакалы, напали на армянскую апостольскую, нашу святую церковь, и ее унижали, и демонизировали, да, может быть, какие-то есть отдельные вопросы, которые, например, отдельно взятые священники что-то делают не так, да, но это не значит, что если палец болит, надо голову отрезать, поэтому демонизация шла, почему, потому что они озвучивали интересы своих сектантских групп, несколько десятков, порядка там 40-50 разных организаций, которые получают, скажем, западные гранты, западные фонды, вот, допустим, например, поддержку малоимущих семей, да, то есть на западные деньги они, значит, волонтеры развозят какие-то продовольственные пакеты, какие-то, какую-то помощь малоимущим семьям, и это преподносится как то, что это сделал Пашинян и его команда, то есть это, грубо говоря, это мы эту информацию получили, как бы, от людей, которые там, как бы, участвовали, вот, и, соответственно, эта информация преподносится, это как вот якобы Пашинян дает вам помощь, вот, люди ездили там малоимущим, люди ездили даже раненым, вот, приносили какие-то коробки, и еще есть такая информация, которую, конечно же, мы обязательно и перепроверим, что еще плюс некоторые российские блогеры, называющие себя журналистами, значит, собирали деньги с российских граждан на свои личные карточки и, как бы, преподносили вот эту всю деятельность, якобы, как бы, осуществляющую на деньги этих граждан. На самом деле, деньги этих граждан оседали у них, они эти подарки, эти продукты привозили за счет выделенных средств западными грантами, то есть, получается, собирали деньги у граждан России, занимались мошенничеством, значит, получали деньги от западных фондов, эти подарки, эти продукты привозили, как бы, на деньги западных фондов, не говорили о том, что это реализуется за счет проекта западного, и говорили, что это, как бы, вот, от Никола Пашиняна, от, как бы, от людей, которые, ну, возглавляют правительство и так далее, и так далее. Вот, вот Арарат Мирзаян, вот, что-то там говорит, но почему-то он ничего не говорил, когда нужно было ответить руководство Азербайджана, когда нужно было ответить парламенту Азербайджана, когда нужно было отметить, ответить руководству Турции, тогда он молчал. Мы видим, вот, посмотрите, даже тот план, который, о, они мутно дали, даже тот план, который дали, мы видим, что люди достаточно, скажем, скучным выражением лица стоят, вот, посмотрите вот сюда, вот, посмотрите сюда, здесь, конечно, есть ряды людей, которые держат строй, вот, ну, а остальные, которые в этих рядах затесались, они достаточно скучно стоят, то есть видно было, что эти люди пришли сюда не по идеологии, а, скажем так, по административному ресурсу, вот. Никол Пашиняна, как всегда, ковыряется в своем телефоне, в фейсбуке, вот мы смотрим свою страницу, сколько там у него лайков, ну, его это интересует, понимаете, он, как бы, уровень его мозгового мышления, как бы, ну, на большее, наверное, не способен. Вот, положил телефон, вот, я про этот символ говорю, на флаге то, что вы увидели, вы можете в интернете найти, как бы, вот, я, может быть, скину тоже, вот здесь блогеры нашли сравнение и увидели, что это абсолютно турецкий флаг, турецкий символ изображен на продуктах, которые сделаны в Турции. Посмотрите, Никол Пашинян, он, как типичный психопат, вот, смотрите, стоит спокойно, стоит спокойно, вот, а когда начнет выступать, вы увидите сейчас, какая истерика у него начнется. То есть, это, как бы, свойственно людям с неустойчивой психикой. Таких вы можете знать много, вот, допустим, есть в интернете очень такие интересные сравнения с выступлением Николы Пашиняна и Гитлера, и жесты, и манеры, все, как бы, в один в один, такая же истеричная такая речь. Вот, поэтому вот это все, вот это весь цирк, я надеюсь, что он в последний раз, вот это позорище стоит на центральной площади в Ереване, поэтому мы все должны сгруппироваться, прийти на выборы 20 июня и проголосовать против этих преступников, которые своими должностными действиями и бездействиями привели страну, во-первых, к вооруженному конфликту, во-вторых, полностью проиграли весь, ну, начиная от развертывания мобилизационного потенциала, развертывания вооруженных сил, ведения боевых действий и так далее, полностью обеспечения продуктов. То есть, они не способны были даже принять, принять ту помощь, которая, как бы, диаспора им посылала самолетами, вертолетами, там, я не знаю, как бы, грузовиками. То есть, вся помощь, которая вот материальная, вот, мы привозили, она застреливала в аэропорту, застреливала на складах в воинских частях Армении, и только там 20% доходило до Арцаха. А вы все знаете, вот эту позорную историю с фондом Хаястан, когда все деньги собирали на фонд Хаястан, они, значит, эти деньги не могли даже использовать, то есть, они даже не могли их, скажем, эффективно использовать, закупить то, что нужно. То есть, и фактически получается то, что в октябре деньги собрала вся диаспора со всего мира, то есть, только, опять-таки, там, 20%, 25% было использовано. После войны они просто эти деньги передали сами себе, фактически, и распределили там 15 миллионов долларов среди вот этой всей шоблы, как бы, которые, скажем, получила взятку, то есть, грубо говоря, разворовали целевой фонд, собранный диаспорой для Арцаха, для помощи солдатам Арцаха, для их питания, гуманитарной помощи населения. Вот это они все разворовали и себе на премии выделили. Парламент за один день принял все эти, как бы, законы, поправки, нормы и так далее, и так далее. И, соответственно, мы что видим? Что там, где касается их, собственно, кармана, там, где вопрос касается, там, где вопрос касается их собственной власти, они все это быстренько, быстренько делают. И, соответственно, можно сказать, что это коррупция, возведенная в, как бы, ну, национальную политику, что ли? Это коррупция, возведенная в национальную политику. Если раньше, как бы, говорили, что при Роберте Кочаряне, там, какой-то отдельный полицейский чиновник, там, не знаю, работник, там, ЗАГСа взял какие-то там, там, 50-100 долларов, да, то сейчас они просто огромные деньги, там, 15 миллионов долларов просто отжали у диаспоры среди целевых средств, которые были направлены именно на конкретные цели, в помощь Арцаху, помощь солдатам, помощь населению, на питание, на обеспечение, на все, что необходимо. А они не способны были использовать этих средств по существу, не способны были использовать материальные ценности, которые привозили, привозили. Мы тысячами посылали, значит, как бы, из России бронежилеты, каски, а наши братья, в прямом смысле слова, как бы, на передовой не имели эти вещи. Да, вопрос в том, что все эти грузы оставались в аэропорту, на складах аэропорта, на складах воинских частей, на складах вереваний и не доходили туда. Вот. Это прямая ответственность и прямая обязанность главнокомандующая организовать. Многие говорят, что, типа, якобы его там поставили и так далее, и так далее. Знаешь, если главнокомандующий не дает приказ о развертывании мобилизационных сил в нужном порядке, о развертывании вооруженных сил в нужном порядке, то как, на основании чего генерал или на основании чего офицер будет вести свою деятельность? Никол Пашинян имеет наглость обвинять некоторые отряды в том, что они с позиции ушли. Я через своих братьев знаю, скажем, вот этих, как бы, командиров, и там ситуация такая, что, как бы, у этих командиров не было приказа стоять здесь на смерть, не было приказа, как бы, скажем, подвергать уничтожению людей. И если у командира нет нужного количества вооружения, нет продовольствия, то командир спасает своих ребят и отводит их на вторую, на третью линию. Вот. Поэтому, если он оставит их здесь 100-150 человек, и их там градом артиллерии, артиллерии, градом или другими, как бы, орудиями массового уничтожения, как бы, уничтожат, потом ему скажут, ты зачем здесь был, кто тебе сказал, у тебя такого приказа не было, зачем ты здесь оставался. Если он отошел, ему говорят, зачем ты отошел. Вот это все ошибки главнокомандующих, который не давал нужных приказов, не назначал ответственность, то есть вводил полный хаос. Министр обороны, вот он обвиняет каких-то там лейтенантов, каких-то там добровольцев, которые добровольно пришли защищать, да. А где министр обороны Давид Танаян, никто вопроса это не задает. То есть он просто, то есть главнокомандующий не виноват, министр обороны не виноват, а виноваты добровольцы, которые там без оружия, без пули, без еды, без воды находились, отошли на вторую, третью линию, они виноваты. Или же командир звена, там взвода, роты, которые не имея нужного количества вооружения, не имея приказа стоять здесь насмерть до последней капли крови, отошел назад, спасая своих ребят, его хотят сделать каждому отпущению. А эти офицеры говорят, хорошо, пускай будет военный трибунал, и этот военный трибунал мне покажет, какой приказ главнокомандующего, который мне довели, я не выполнил. Так, дальше, значит, это я говорю о том, что вся ложь Никола Пашинян, она очевидна, и я думаю, что она вся в суде будет приставлена. Значит, мы видим, что Никола Пашинян опять там в своем пространстве, кто там что говорит, они там у себя там, в своем телефоне копается, наверное, лайки ставит. Вот. Вы помните, что Никол Пашинян орал на площади революции о том, что нет у нас никаких задних переговоров, нет у нас никаких задних, скажем, мыслей. Орал кричал, вот видите, она, Копян, там, страхивает пылинки с Николу Пашиняна вот с пинжака, вот вы, наверное, обратили внимание. Так вот, я что хочу сказать. Он орал и говорил, что все вопросы мы будем решать здесь, но мы видели, что все вопросы он решал втихаря, и то, что он говорит, что он народу дал власть, это полная ложь, потому что все, что касалось судьбы народа, Никол Пашинян решал втихаря, как крыса, скажем так, да, и абсолютно не то, что у народа, он даже у парламента не спрашивал. Теперь давайте посмотрим, как Никол Пашинян опытный, опытный оратор, который проходил тренинги в западных грантах, западных фронтах, это значит наводит, скажем, эмоции, эмоции. Давайте послушаем, как очередной раз будет лгать Никол Пашинян, надеюсь, что в последний раз. Вот его вся вот эта команда, которая знает, когда хлопать, вот обратите внимание, и заводят толпу, они специальными рядами выстроены. Видите, здесь перед сценой толпа взята, а сзади нет. Истеричка начинает раскачивать, как бы, толпу, и опять продолжает свое вранье, свою ложь. Вот, его люди начинают закачивать Никол Никол, вот, это все, как бы, проплаченные люди, которые специально там стоят, несколько сот людей, волонтеры тоже, конечно же, есть. Мы видим вот эту часть, она практически вообще здесь народа нет, слева нет, справа нет, поэтому когда они будут говорить о каких-то астрономических цифрах, это абсолютно не так. Мы будем, как бы, в принципе, сзади, которые они не стоят, чтобы мы и не можем, чтобы, чтобы у нас все-таки, чтобы... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать DimaTorzok Добро пожаловать DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать 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 DimaTorzok и бесполезность вот мы видим как никол пашинян читает все опять его при том при том что он достаточно хороший оратор и может это все скажем ну своей речи говорить какой без бумаги но сейчас видимо как бы настолько си ситуация как бы для него стала критической то что он как бы не может без бумаги произносить свои речи и конечно же как бы ему посоветовали все именно зачитывать чтобы случайно не наговорить еще одних очередных глупостей и Продолжение следует... Мы опять слышим просто вот лживый поток информации, которую Никол Пашинян говорит. То есть такое впечатление, как будто мы слышим не речь главы государства, премьер-министра, который за все отвечает, а как будто речь какого-то оппозиционного лидера, какой-то оппозиционной партии. Как будто он абстрактно говорит о каких-то марсианах. Дорогие друзья! Пока я даю вам возможность послушать поток лживой речи, надеюсь, последнего митинга премьер-министра Никола Пашиняна. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, планируете ли вы принять участие 20 июня на выборах в парламент Республики Армения? Если вы, граждане Армении, живете в Армении, то, пожалуйста, ответьте обязательно. Планируете ли вы принять участие? Если вы, граждане Армении, но находитесь вне Армении, то, пожалуйста, проинформируйте своих родных и близких о том, что необходимо обязательно принять участие, чтобы явка была большей, чтобы власти не имели возможности для манипуляции и вбросов бюллетеней. Если вы не граждане Армении, армяне, живущие в разных странах и городах России, других стран, то, пожалуйста, вы также можете позвонить, написать своим родным, близким и попросить их принять участие 20 июня на выборах в Армении и обязательно поддержать нормальную, конструктивную партию позитива, партию «Наш Дом Армения» под избирательным списком номер 10. Дорогие друзья, вот, допустим, вот я обращаюсь к нашей подписчице, Карине Маргарян, Карина пишет Никол Варчапед, я просто сейчас вот прочитал в комментариях, пожалуйста, кроме того, что Никол Варчапед, духов, там еще какие-то таких слов коротких, напишите, пожалуйста, почему вот вы, Карина, поддерживаете Никола Пашиняна и считаете, что вот этот Варчапед, который совершил уже, уже совершил ряд серьезных преступлений в соответствии с законодательством Армении, как должностное лицо в качестве главнокомандующего, в качестве премьер-министра, совершил преступления в виде действий и бездействий главнокомандующих в период военных действий, то напишите, пожалуйста, почему вы считаете, что этот человек, который, я не знаю, я даже не могу слов подобрать, почему вы считаете, что вот этот некомпетентный человек, как минимум, мягко сказано, по вашему мнению, по вашему личному мнению, вот как бы должен возглавлять Армению, вы что, хотите полного краха, полных разрывов коммуникации, вы что, действительно считаете, что Никол Пашиняна прав в том плане, что хочет сдать земли Сюника, Зангизура, то, что он делает уже после войны, вы считаете, что надо придавать Арцах ворота в Армению, или какие выполненные обещания Никол Пашиняна, по вашему мнению, выполнил, вот я, например, не знаю, все, что он обещал, он ничего не исполнил, кроме иллюзии борьбы с коррупцией, но вы знаете, что нет больше выгодного предприятия, чем борьба с коррупцией, если раньше какие-то отдельные взятые чиновники в отдельных взятых структурах, там брали, там, не знаю, 50-100 долларов, и это называлось коррупцией, то сейчас он, как бы, на государственном уровне занимается и коррупцией, и грабежом, что-то, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот поток, который изливается от этого человека, я еще раз говорю, исходя из того, что такое впечатление, как будто мы слышим речь какого-то оппозиционного лидера, а не главы государства, который за все отвечал. Я так предполагаю, что сейчас после зачитанной речи начнется продолжение истерики уже в произвольной программе, поэтому я думаю, что все интересное впереди. Пока мы слушаем, что говорит этот лживый человек, пожалуйста, поделитесь своим мнением, кого вы планируете поддержать на выборах 20 июня, лично я всех призываю голосовать не исходя из духов, а исходя из эмоций, а исходя из разума. Поэтому я призываю всех голосовать за наш дом Армения под избирательным номером 10, и тогда мы с вами попадем в яблочко, в десятку. Но вы делитесь своим мнением, мне искренне интересно узнать ваши предпочтения, и очень бы хотелось бы, чтобы вы также писали, почему вы голосуете за тех или иных людей, или за ту или иную партию. Если есть возможность, пожалуйста, аргументируйте. По поводу делимитации и демаркации, я вам скажу так, что один из основных козырей Армении было в том, что западные страны, в том числе и Россия, признают существование Азербайджанской республики как государство, но исходя из того, что нет демаркационных и демолитационных документов, то есть признают государство, но не определено в каких границах. Поэтому, когда говорят, что Арцах – это часть Азербайджана, вот лживая пропаганда Олива, то одна из юридических аргументаций заключалась в том, что нет демаркационных документов. И вот сейчас вот этот сумасшедший человек, Никол Пашинян, значит, решил вот в это время, когда 30 лет не делали демаркацию и демолитацию границ, да, то есть не определяли конкретно, он сейчас решил это сделать. То есть тем самым выбил, выбивает, продолжает выбивать вот юридические аргументы того, что да, мы признаем Азербайджан как государство, но в каких границах признаем? Вот, поэтому делать сейчас демаркацию границ – это просто, это, я не знаю, вот тупость и глупость, которые, я не знаю, ну это или тупость, или глупость, или это предатель, который осуществляет определенные действия в интересах вражеской стороны, потому что в итоге, в итоге, скажем, плюсы будут у Азербайджана и Турции, а не у Армении. Поэтому, когда вот он сказал, ну, затронул тему демаркации, я вот решил как бы вести вас в курдил этого вопроса, чтобы мы понимали, насколько опасна была сейчас затея с демаркацией границ. Причем, он себе позволил, что азербайджанские солдаты заходили на территорию Армении, разделяли дома и села прямо по GPS-навигатору Гугла. Понимаете, это вообще, я говорю, это человек вот с мышлением Инстаграма, даже не Фейсбука, а вот какого-то Инстаграма. И, соответственно, непонятно, где были наши вооруженные силы, где наша полиция, которая вот так Никола Пашиняна охраняет там тройным кольцом. Ведь есть же здесь сейчас полиция, стоят же, да? А где они тогда были, когда людей из дома армян в Армении, на территории Армении изгоняли азербайджанские какие-то вот непонятные люди, говоря о том, что они проводят демаркацию границ. Он сейчас говорит о Иране, но забывает сказать, что с Ираном он испортил отношения, и именно поэтому Иран вот так держался в стороне в этой истории. Иран. 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 Значит, вот эта вся болтовня, она абсолютно не соответствует действительности. Человек три года у власти во многих странах мира президентский срок всего четыре года. То есть три года это то, что человек, придя к власти, уже делает это. Человек сейчас говорит о реформах армии, профессиональной армии и так далее. В то время, когда во время войны этот главнокомандующий занимался вопросами мобилизационного развертывания у себя на странице в Фейсбуке. То есть он, еще раз, кто не помнит, я напомню, он писал, что первое, там, соберитесь 30 добровольцев, второе, выберите командира. То есть выберите командира. То есть они не назначают опытного подготовленного офицера в отряд добровольцев, а они говорят, выберите командира. Придите в военкомат, придите на передовую, воюйте и победа. То есть вот такое впечатление, как будто вот это 1, 2, 3, 4, 5, это инструкция в какой-то детской игре там для пятилетних ребенка, для пятилетних детей. Я думаю, что в инструкции детской игры пятилетним детям и то более понятно и более ясно все написано. То есть человек вот так развертывал мобилизационную деятельность вооруженных сил через свой Фейсбук. И вот так развертывал мобилизационную деятельность вооруженных силах. И вот так развертывал мобилизационную деятельность вооруженных силах. Дорогие друзья, вы это все слушаете в прямом эфире. И прошу вас писать ваши мысли по этому вопросу, ваши комментарии, потому что как бы очень важно знать ваше мнение. Они говорят от имени народа, но почему-то не считают других людей тоже частью народа. Поэтому наш голос, голос настоящего народа, он естественно должен быть услышан. И мы бы хотели услышать, прочитать это сейчас в ваших комментариях и увидеть, почувствовать это на выборах 20 июня. И вот так развертывал мобилизационную деятельность вооруженных силах. Музыка. Продолжение следует... 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 То есть это обязательство любой власти, в любой стране, в любом городе. То есть это обязательство любой власти, в любой стране, в любом городе. Никол Пашинян говорит, и они отслеживают эмоциональную составляющую, и это все тоже технология проведения таких митингов. Опять-таки нам показывают постоянно вот эту часть, именно та часть, которая собранная, подготовленная, именно они всегда хлопают, именно они всегда зажигают фонарики, но при этом как бы визуально это выдается как вот по всей площади якобы. Никол Пашинян, коррупцию. Возвел в государственный ранг, в государственную политику, все его министры, вся его шобла получают огромные средства, как поощрение такой трудной, бестолковой работы из государственного бюджета. Поэтому раньше, если человек получал там небольшие средства и может быть там 50-100 долларов у кого-то что-то брал, то сейчас они там десятки тысяч долларов выделяют себе премии, и как бы естественно при такой коррупции бегать за 50 долларами отдельно взятого грозанина уже не нужно. Поэтому, как говорится, нет более прибыльного занятия, чем борьбы с коррупцией. Дорогие друзья, пока мы слушаем этот поток лживой речи, надеюсь, последний премьер-министр Никола Пашиняна, делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, что вы думаете о Пашиняне. Мне отдельно интересно мнение тех людей, которые поддерживают Пашиняна. Я просто реально искренне не могу понять, как можно поддерживать вот этого психически нездорового человека с ограниченными умственными способностями, и человек, который совершил уже преступления своими действиями и своими бездействиями в качестве должностного лица премьер-министра и главнокомандующего. Я считаю, что это не так, что вы хотите, чтобы у вас был в качестве отношения, Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, Никол Пашинян постоянно эмоционально накачивает аудиторию и вспоминает, к сожалению, те жертвы, которые имелись 1 марта, которые были спровоцированы как раз-таки Николом Пашиняном и его шефом Ливоном Тарпетросяном, и за них погибли эти люди, потому что они именно спровоцировали конфликт с вооруженными силами, с полицией. И там погибло, к большому сожалению, 10 человек. И он в этом обвиняет постоянно эмоционально, как бы, да, предыдущей власти. Конечно же, есть за что. Но при этом абсолютно забывают, что за его бездарные действия, которые он вел до войны, которыми он спровоцировал войну, и абсолютно бездарными во время войны погибло более 5000 человек, которые на его совести, на совести его шавок, и более 10 тысяч ребят и славных дочерей нашего народа ранены. И это тоже на его совести. Если главнокомандующий абсолютно не владеет ситуацией, если главнокомандующий не понимает, как вести боевые действия и так далее, то он не должен неподготовленных людей отправлять на передовую. Вот сейчас он начинает накачивать эмоционально, орать, кричать. Сейчас это все по закону жанра будет развиваться. Потом будет очень сильно орать, и на этом резко закончат. Вот два месяца он всех обманывал, что Хахтелуэнг, победим, победим, и мы видели, к чему это все пришло. Ни одному слову этому психопату верить нельзя, его надо просто вот сразу прямо вот наручники и психбольницу, и вся вот эта шобла, которая вот стоит рядом с ним, они тоже должны быть арестованы и публично осуждены. Все это Никол Пашинян изучал на тренингах в западных структурах, как вести митинг, как эмоционально накачивать народ, и мы тоже как бы это знаем, видите, как он это все делает профессионально, рассчитывая на малообразованную публику, которая, конечно же, не знает, что это все используемые технологии. Но те, которые знают, они понимают все эти трюки, и смотрите, как он спокойно стоит, смотрит на реакцию вот так, с такими сумасшедшими глазами. Поэтому Никол Пашинян был выбран западными структурами, как человек абсолютно тупой, как человек абсолютно глупый, самовлюбленный и психически нездоровый. Поэтому его выбрали в качестве предателя. Никол Пашинян прекрасно понимает, что ему нужна картинка, как бы для дальнейшей пропаганды. Он просит всех своих зажечь фонарики, и 20-го числа нужно голосовать за партию «Наш дом Армения», за партию номер 10, чтобы партию номер 3 «Гражданский договор» и вот это мой шаг в мусорный ящик выбросить раз и навсегда. Номер 3 «Надо выбросить в мусорный ящик», мой шаг в мусорный ящик и всех их шавок, сателлитов в мусорный ящик. Я очень надеюсь, что 21-го числа он уже поймет, что он уже не в качестве премьер-министра. Я очень надеюсь на мудрость и разум армянского народа. Я понимаю, что, конечно, многие этого не понимают, многие действуют эмоциями, находясь в состоянии праздника, в состоянии обмана, как это было в октябре, как это было в сентябре, как это было в ноябре. Вот устраивали такие лживые шоу, и люди находились в эйфории. Дорогие друзья, хватит эмоций, надо не духов, а хелков. Понимаете, хелков, вот это все, когда человек здесь находит, он получает какое-то удовлетворение, но не понимает, что на «Титанике» люди тоже получали удовольствие, находясь на «Титанике», но в итоге из-за того, что капитан и собственные корабля приняли неправильное решение, то есть один человек принял неправильное решение, весь корабль, весь экипаж, все пассажиры погибли. Вот этот товарищ поднимает руки, и, соответственно, вся его аудитория, которая стоит напротив, это его подопечные, видят, что поднимают руки, тоже поднимают руки. 20-го числа жители Сюника должны выбросить в мусорный ящик этого Никола Пашиняна, этого психопата и этого тупицу, предателя армянского народа. И я очень надеюсь, что жители Сюника, Зангизора и всех других регионов выбросить в мусорный ящик Никола Пашиняна партию номер три, гражданский договор, мой шаг и всю другую шоблу. Араратский Марс, должны выбросить Никола Пашиняна в мусорный ящик, выбросить в партию номер три, гражданский договор, мусорный ящик, и голосовать за нормальных людей. Голосовать за наш дом Армения, партия номер десять в избирательном списке. Тавуш, я очень надеюсь, что вы выбросите Никола Пашиняна в мусорный ящик, не будете голосовать за партию номер три, выбросите гражданский договор, мой шаг в мусорный ящик. Дорогие ереванцы, Никол Пашиняна постоянно вас обманывает, зомбирует. Мы очень надеемся на ваш разум, на ваш ум, на вашу мудрость. 20 июня мы очень надеемся и верим, что ереванцы выбросят Никола Пашиняна в мусорный ящик, гражданский договор, мой шаг, они должны вылететь в мусорный ящик. Вот к Николу Пашиняну кто-то подошел, что-то сказал. Я, честно говоря, не уловил, что произошло. Может быть, вы уловили, что произошло? Напишите, пожалуйста. Я очень надеюсь, что 21 числа мы будем праздновать то, что мы, наконец, армянский народ, как организм человека, избавился от бактерий, от этих вирусов и уже начал процесс излечения. Мы надеемся, что 21 числа мы поймем, что мы начали излечиваться от этих вирусов. Лживых, наглых, тупых людей, которые узурпировали власть и ведут нашу республику к гибели. Хотят превратить нацию, которая имеет свое государство и свою республику, в нацию безродины. К сожалению, Никол Пашинян не исправил ни одни ошибки, которые совершались при предыдущих власях. Я имею в виду, когда граждане Армении вне Армении 20 июня не имеют права голосовать. И это Никол Пашинян говорит, что он дает власть народу. Он ни в одном пункте не дает власть народу. Граждане Армении не имеют возможности голосовать вне Армении. Граждане Армении, имеющие армянские паспорта, живущие в Арцахе, не имеют возможности голосовать на выборах Армении. То есть Арцах отстранен, диаспора отстранена. Да, это было при предыдущих властях, а если конкретно говорить, при президентстве Роберта Кочаряна, но Никол Пашинян абсолютно за три года ничего не поменял. Абсолютно. Потому что это касалось личных его интересов. Поэтому вранье, что это власть, я даю народу, это власть народа, ни один вопрос, касающийся судьбы армянского народа Армении и Арцаха, он не обсуждал не то, что с народом, как он орал, кричал истерически, что он будет это обсуждать на площади. Он даже с парламентом это не обсуждал. А парламент, парламентская республика проявил свое полное бездействие. Идет процесс накачки эмоций. Это все по западным технологиям проведения митинга. Красивый фон, красивые лозунги. Большая группа людей, подготовленных там, их достаточно большое количество, там несколько тысяч человек, которые, вот видите, с дудками, с флагами, с, как бы, хлопушками. Вот это все создают вот такую атмосферу. Мы видим, какое огромное количество полиции, спецслужбы и так далее, как бы охраняют Николу Пашиняна. Но мы видели, что вообще никого нет, когда Никол Пашинян подписывал соглашение, что вот там через пять дней жители села должны освободить территорию, как бы вот своего села. Но при этом он не говорил, куда они должны уехать, куда вещи перевезти. То есть там не было ни одного полицейского Армении. На границах нет сейчас полицейских, а эти заходят, турецкие солдаты, проходят к озеру Сивана, фотографируются и возвращаются обратно. И ни одного полицейского нет, чтобы их задержать. А вокруг Николы Пашиняна там тысячу полицейских стоят. Понимаете, что происходит? Вот это лживая сущность Николы Пашиняна. Многие говорят, он тупой или глупый. Многие говорят, что некомпетентный. Многие говорят, что самовлюбленный. Многие говорят, что психически больной человек. Многие говорят, что предатель. А истинно посередине он стал предателем, его подкупили, потому что выбрали из толпы, потому что он обладает именно этими качествами. То есть он реально тупой, он реально глупый, он реально самовлюбленный, и он реально некомпетентный, и он реально психически больной человек. Поэтому такого и выбрали предателем. Можно говорить, что он много чего как бы сделал, как будто бы якобы там кто-то против был, там старые мешали и так далее, и так далее. Но все его ошибки приводили к чему? Приводили к победе противника. Если в наших рядах есть должностное лицо, которое своим действиям и бездействием приводит, постоянно, постоянно приводит как бы к победе наших противников, то это значит предатель. Это логика, не знаю, любой контрразведки, понимаете? Как бы вот это сущность Николы Пашиняна. И мы 20 июня, граждане Армении, я очень прошу вас, все, кто в Армении, обязательно пойдите, обязательно примите участие на выборах в парламент Республики Армении, чтобы ваше участие было большим, максимальным, чтобы Николовская аудитория была в меньшинстве. Дорогие друзья, те граждане Армении, которые находятся вне Армении, как, к сожалению, не могут принимать участие в выборах, не говоря уже о армянах других, как бы, государств. Но вы можете позвонить своим родным, близким, друзьям и попросить их обязательно прийти, проголосовать и поддержать новые силы, новую партию. Наш Дом Армении, которая по идеологии отвечает в сущности объединения Армении Диаспора и Арцаха, чтобы каждый из нас, где бы он ни жил, чувствовал, что Армения это наш дом. А если это наш дом, значит, мы наш дом охраняем, оберегаем, защищаем. Вот такая идеология должна быть. Это не могут сделать ни нынешние, ни предыдущие. Это должны сделать абсолютно новые, новые люди с новым мышлением. Поэтому партия в избирательном списке номер 10 Наш Дом Армения поддержите. если этих ребят в парламенте будет большое количество людей, я хотел бы, чтобы их было большинство, но если их может быть как можно больше, чем больше их будет, тем вероятность того, что вот эти другие партии, скажем, будут рассматривать предложенный ими законопроект, тем вероятность больше. Мы считаем, что граждане Армении, где бы они ни находились, они имеют право и должны принимать участие в выборах Армении, в судьбе своей страны. Я говорю именно о гражданах Армении, находящихся вне Армении. Я считаю, что все Армении, которые любят Армению, являясь гражданами других стран, должны считать Армению свой дом, а свой дом мы охраняем, защищаем, любим, оберегаем. Поэтому вот это идеология, она и должна быть. Дорогие друзья, да, конечно, можно много говорить о предыдущих, о ошибках и так далее, но то, что сделал Никол Пашинян, те грубейшие ошибки, те преступления, вот реальные преступления в соответствии с законодательством Республики Армения, как должностного лица действия и бездействия его, это реальные преступления. Это ни в какие сравнения не входят. Я буду реально крайне удивлен, если вдруг он наберет там более 20%, то есть от его аудитории, которая как бы его всегда поддерживает в любых случаях, но если вас будет больше, если вы придете на избирательные участки, то их в соотношении, в процентном соотношении будет меньше. Поэтому, дорогие друзья, обязательно, обязательно придите 20-го числа, позвоните своим родным, близким, пригласите их, попросите, чтобы они тоже приняли, от их участия очень много зависит. И обязательно поддержите, пожалуйста, партию нового формата идеологии объединения не разрая, не размежевания, а объединения Армении, Арцаха, Диаспоры, Веденный Кулак. Это партия Наш Дом Армения номер 10 в избирательном списке. Всего доброго, до новых встреч!